Последние несколько моих видео были посвящены формированию сбалансированного портфеля на 100 тысяч рублей. И я знаю, что многие последовали моему примеру, они начали покупать акции примерно так же, как делаю это я. Но было много возражений о том, что акции могут и упасть, что может быть сейчас не самое лучшее время, что сейчас ожидается рынок перегрет, он на хаях, он может упасть и так далее. И давайте разберемся, что же нам делать на самом деле, покупать акции сейчас или вообще продавать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деметков Юрий. Сегодня я хочу быть с вами до конца честным. Вот, то есть смотрите, я рассказываю, что мы формируем портфель на 100 тысяч рублей. И я это показывал. И мы покупаем акции. Мы покупаем акции надолго. Я об этом тоже самое сказал, что мы покупаем акции с тем, чтобы не заплатить налоги с разницей между ценой продажи и ценой покупки. Там 13% налога. Если мы держим эти акции больше, чем 3 года, то мы не заплатим цену с разницей, с дохода от этих акций. И это может быть даже самое главное. Вот. И я рассказывал вот о том, как мы формировали портфель. Сначала я рассказывал общую структуру портфеля, да. Вот, на 100 тысяч рублей там мы половину в рубли, половину в доллара. И мы начали формировать портфель в долларах. И многие последовали моему примеру. Купили эти акции. Но акции упали некоторые. Но даже многие упали акции. Вот посмотрите. Сейчас мой портфель выглядит вот так. Вот. Ну, как я и, так сказать, как бы рассказывал. И вот она компания. Смотрите. Виатрис. Одна из самых характерных компаний. И есть люди, которые купили в тот же момент, когда ее купил я, эту акцию. Виатрис. И эти люди потеряли деньги. А кто-то посмотрел это видео попозже. И, значит, думает, ну да, я тоже буду повторять этот портфель. И купил эту акцию вот здесь, например. Или вот здесь. И согласитесь, что результат у нас будет с этим человеком разный по компании Виатрис. Потому что, ну, я купил акцию компании Виатрис за 18 долларов. А кто-то купил за 14. Результат будет совершенно разный. Вот. И посмотрите. Я балансовая стоимость, то есть деньги, на которые я, так сказать, приобрел эти акции, 440, ну, фактически 6 долларов. Сейчас 441 доллар. То есть 5 долларов. Улетели. На 5 долларов портфель сократился. Ну, если считать в долларах. Ну, а рубли подорожали. Поэтому, в общем-то сказать, в рублях ничего. Поэтому мы формируем портфель и в валюте, и в рублях с одной стороны. А с другой стороны, ну, вот он может падать. И давайте посмотрим, что же происходит с акциями на длительном промежутке времени. Ведь мы берем его надолго. Поэтому берем вот здесь вот неделю выставляем и смотрим, что же было с акциями с 2000... Так, сейчас 2021 год. Раз, два, три. Три года назад. Три года назад акции, ну, они сначала росли, а потом вот сейчас вот так. Но в среднем, в принципе, акции растут. Вот 4 года назад, если бы мы взяли, то вот они выросли. Три года назад, ну, они выросли, ну, вот так вот. То есть, в результате, в результате, если кто-то взял акции вот здесь или вот здесь, да, вот здесь разница небольшая. На длительных промежутках времени все нивелируется. Вот что я хочу сказать. И чем больше этот промежуток времени, тем, наверное... Ой, это индекс РТС. Сейчас давайте посмотрим. Вот он, индекс S&P 500. Вот он, вот он, индекс S&P 500. Вот он, 2018 год. 2018 год. 2019, 2020, вот сейчас 2021. Смотрите, за три года. Ну, какая разница? Большая есть разница между тем, кто взял вот акции вот здесь, например, на пике, и они после этого упали, да? Вот, и разница между тем человеком, который вот взял вот здесь вот на минимуме. Ну, эта разница, да, она существенная, но она вот она, вот максимальная. Но эта разница нивелируется с течением времени. То есть у этих двух прямых наклон примерно одинаковый. И что самое главное, что и тот человек, который купил на максимуме, и тот человек, который купил на минимуме, они в прибыли. Оба, оба находятся в прибыли, но у одного прибыль чуть больше, у другого чуть меньше, но это проценты. Главное, что они оба в прибыли и оба не заплатят налог с дохода от разницы между покупкой и продажей. Вот в чем дело. И это главная цель, на самом деле, покупать акции надолго, с одной стороны. Но, с другой стороны, действительно, ну, как-то зависит от точки входа. Действительно, может быть, не стоит брать. Теперь давайте посмотрим, а что же произошло с этим рынком за последнее время. Ну, за... с начала этого года. Так, давайте вот сейчас мы посмотрим. Давайте посмотрим, насколько он поднялся. Ну, прямо вот с начала года. По текущий момент. Вот по сих пор. Он поднялся в долларах на 3,39%. Поднялся. Но были и падения. Посмотрите, падения. Но общий рост составил 3 с небольшим процентом в долларах. А теперь давайте посмотрим на, скажем, мой портфель. Вот сейчас я его специально вывел. У меня общий портфель... Ну, я рассказывал в последних видео про портфель на 100 тысяч. Наверное, людей, у которых есть 100 тысяч приблизительно, намного больше, чем людей, у которых есть миллион. Здесь портфель на миллион. Вот. И посмотрите. Ну, я его, так сказать, постоянно пополняю. Вы знаете. Поэтому здесь, в общем сказать, ну, очень трудно определить, где здесь рост акций, где здесь падение. Но есть такая штука, вот она, доходность к средним активам. 16,44%. То есть, мой портфель обгонял среднюю доходность по рынку. Вот. И, ну, финансовый результат больше показывает. Доходность к средним активам 16,44% с начала года. И, ну, зачисленные средства, ну, это уже, так сказать, как бы зачисленные средства. Доходность к средним активам. Вот она. Финансовый результат 155 тысяч. То есть, с начала года чистый доход по этому портфелю 155 тысяч. И он обогнал сильно рынок. Что я хочу сказать. Что, друзья мои, тем, кто повторяет мой портфель, вы не получите такую доходность. Вот в чем дело. Я буду с вами до конца честным. Вы не получите такую доходность. Потому что вы получите примерно такую же доходность по акциям. Акции это пассивные вложения. То есть, мы купили эти акции и ждем, когда они вырастут. Но акции могут и упасть. И мы это видели. И давайте посмотрим, за счет чего вырос этот портфель. Я вот вам прямо как на духу говорю. Вот за счет чего он вырос. Для того, чтобы хеджировать риски от падения акций. Ну, вы знаете, что в конце прошлого года открытие, я в брокере открытие, открытие ввела новые тарифы. И там есть тарифы, которые выгодны для покупки акций. Этот тариф все включено. Я об этом рассказывал в конце прошлого года. Нет, в начале этого года. Не помню уже. То есть, были видео. Ссылочку вы увидите вон там. Но новые тарифы. И поэтому, значит, по новым тарифам. Тариф все включено. Подходит для акций, которые мы покупаем надолго. И есть тариф, который инвестиционный. Который подходит для быстрых операций. То есть, на срочном рынке. И я организовал для того, чтобы торговать на срочном рынке. Я организовал дополнительный счет брокерский. И перевел часть денег туда. И, как я и говорил, при принципе формирования портфеля, я старался на срочный рынок выделить 10% от всех активов. Вот он мой портфель. Здесь есть рублевая часть, есть валютная часть и есть срочный рынок. Я на него отводил 10%. И точно такая же структура портфеля у меня не на 100 тысяч рублей, а на миллион рублей. Здесь разницы нет. Но вот вы видите, что срочная часть выросла. Давайте посмотрим, на сколько. К средним активам 96%. Это смотрите. 13 января я внес туда 20 тысяч. 14 января еще 180. То есть, здесь было 100-200 тысяч. Потом портфель вырос и я... Смотрите, вот здесь вот портфель вырос с... Давайте запоминаем эти даты. С 14 января по 25 января. 25 января я... Смотрите, что делаю. Вывожу 148 тысяч с этого портфеля. Куда я его вывожу? На фондовый рынок в акции. И на следующий день я вывожу еще 32 тысячи. То есть, вот здесь я вывел 180 тысяч из этого портфеля. Это практически прибыль. Вот. Я ее зафиксировал. Запомнили даты. С 16 по... 25 января я получил прибыль, вывел ее в фондовый рынок, потому что доля вот этого портфеля выросла сильно. Она стала 292 тысячи рублей. Это много, это больше 10%. Поэтому я вывел в фондовый рынок для того, чтобы сравнять это дело. То есть, я получил на срочном рынке большую прибыль, я ее вывел на фондовый рынок назад. Вот. Теперь дальше смотрим, что произошло. Дальше у меня вот оно болтается на месте. Потом я внес еще 100 тысяч. И вот так. Ну, здесь по этому графику ничего нельзя сказать. Есть финансовый результат. Вот он финансовый результат. Здесь видно, что здесь вот я с... Вот оно, с 16, с 15 января я начал, ну, внес. Здесь были сначала убытки, видно, да? То есть, сначала я получил прибыль, потом у меня убытки, потом получил большую прибыль, потом снова убытки. То есть, здесь все очень динамично. И сейчас я снова в прибыли. Вот общая прибыль составила на этом счете 112 тысяч или 96,26%. Друзья мои, я не смогу вам показывать все операции, которые я делал. Почему? Потому что их какое-то безумное количество. И этот портфель повторить невозможно. Вот эту часть. Главная моя цель, когда я рассказываю о принципах формирования портфеля, я вам говорю именно о принципах. Вот здесь вот, когда я рассказывал, как мы формировали долларовую часть, я вам показывал именно принципы. То есть, он повторял по своей структуре индекс S&P 500 частью. И часть были в вечных активах. Об этом я тоже рассказал. И с рублевой частью то же самое. Принцип. Если мы посмотрим на состав моего портфеля, который на миллион, там другие акции. Потому что вот со 100 тысячами рублей, вы видели, что у меня, например, вот Basic Materials, я просто не смог купить ни одну акцию здесь. Потому что, ну, они все дороже. Или там, я не помню уже какая. Мы не смогли купить. Вот она вот. Ничего нет дешевле 30 долларов. А у нас на Basic Materials там 30, сколько там, ну, долларов? 16, по-моему. А здесь самая дешевая акция 30 долларов. Я ее не смог сформировать. Вот. Чем больше денег, тем больше, естественно, возможностей. Поэтому у меня портфель, который на миллион, там сказать, долларовая часть, примерно такое же соотношение. Принцип соблюдается. Но состав акций немножечко другой. Потому что там выбор больше и выбор другой. И он вырос. Теперь давайте вспомним, когда он начал расти. С 16 января, да? Давайте смотрим, что произошло 16 января с индексом S&P 500. Смотрим сюда. Где у нас 16 января? Вот оно у нас 16 января. 14, 15. Короче говоря, здесь он начал падать. Он начал падать, индекс S&P 500. И акции в долларах начали падать. И что произошло с моим срочным рынком, вы помните? Он начал расти. То есть на срочном рынке я страховался от падения акций. И здесь тоже очень важно понять не то, что акции падают. И никакие конкретно инструменты брать, к сожалению. Потому что здесь на срочном рынке все динамично. И это именно срочный рынок, на котором я получил прибыль. Вот такую большую. А на срочном рынке я не смогу вам показать эти операции. Не потому, что я не хочу показывать эти операции. Потому что там все очень-очень динамично. Я могу что-то купить в течение дня и к вечеру продать. Я просто не могу так показывать с такой частотой видео. И самое страшное, что даже если я покажу, то вы не сможете повторить. Потому что цены там очень сильно гуляют, во-первых. А во-вторых, ликвидность там не такая большая. Поэтому очень важно понять принцип, по которому я покупаю эти акции. И делать это, научиться делать самостоятельно. То есть смотрите, я не хочу дать вам рыбу. Я хочу дать вам удочку и научить вас ловить рыбу. То есть если я вам дам рыбу, то это будет ограниченное число рыб. А если я вас научу самостоятельно ловить эту рыбу, то вы сможете наловить намного больше. И все зависит от того, какие у вас возможности, опять же, какие у вас капиталы. Но главное понять принцип. Вот в чем дело. И если мы покупаем акции, давайте еще раз вернемся к той же акции Виатрис. То здесь кто-то купил здесь, а кто-то купил здесь. Но на большом промежутке времени у нас будет результат примерно одинаковый. Потому что на 4 доллара разница. Но если Виатрис будет через 3 года стоить 60 долларов, то какая разница 60 минус 18 или 60 минус 14 долларов. Ну не такая большая. То есть на большом промежутке времени здесь все нормально. И здесь у меня операций совсем мало. А вот на срочном рынке вот здесь я делаю эти операции постоянно. Я регулярно показываю вам свои стратегии. Вот сейчас она направлена как раз на падение рынка. Эта стратегия. Вот сейчас прямо. И ну сейчас там 187 тысяч свободно 17. Ну короче говоря, я рассказываю именно про стратегии. Не про то, какие вот конкретно я купил. Да, вы можете посмотреть. Вот они эти конкретные совершенно путы, колы. Это значит, как она построена. Но об этом, ну во-первых, я рассказываю в чате по опционам. Потому что там люди, которые прошли курс обучения по опционам. И они понимают, о чем речь идет. То есть здесь еще главное понять, о чем речь. А во-вторых, то есть я пытаюсь объяснить вам сами принципы. Что я делаю? Почему я это делаю? То есть если я жду падения, вот оно захеджировано падение. Посмотрите, если у меня, ну здесь уже я зафиксировал, ну как бы прибыль 70 тысяч получил. Вот недавно. И посмотрите, вот она полочка. Вот эта прибыль уменьшится на 26 тысяч, если акции будут вот здесь. Но если акции будут в диапазоне, если индекс РТС будет в диапазоне от 140 тысяч до 145 тысяч. То есть вот, сейчас я вам нарисую. То я получу, то есть вот это вот фиксированный, вот это вот фиксированный, но в данном случае убыток по сравнению с тем, что сейчас есть. Вот. Вот такая сейчас стратегия. Но я надеюсь, что он упадет, и я переверну вот эту штуку. То есть у меня будет другая полочка, я это объясняю. И будет прибыль, в общем сказать, вот, а это уже прибыль, вот, из 187 тысяч, где-то 70 тысяч это прибыль, ну, на текущей неделе. Поэтому здесь важно понять принципы. Здесь, к сожалению, вы не сможете повторить то, что делаю я, пока вы не поймете эти принципы и не начнете самостоятельно торговать. И если вы хотите формировать сбалансированный инвестиционный портфель и не заниматься вот этим трейдингом, то у вас будет прибыль от акций, да, но вот эту прибыль вы не получите. И на самом деле не надо пытаться этого сделать, потому что это достигается кровью, болью и опытом, к сожалению. Вот. Я пытаюсь обучить этому на курсе по опционам в данном случае, срочному рынку, как торговать, потому что, еще раз повторяю, повторить это невозможно, можно только понять принципы. Вот в чем дело. Ну, а курс по опционам, как вы понимаете, можно приобрести, но это для тех, кто хочет заниматься. То есть это работа, это повседневная работа для тех, кто хочет следить за этими рынками, за этими графиками, кто хочет разобраться в них, пожалуйста, можно. Но это курс, который я вел полтора месяца, три занятия в неделю, по два часа каждая. То есть там очень сложная теория, ее трудно понять, что такое колы-путы просто хотя бы, да, а тут еще и стратегии какие-то. То есть здесь очень-очень важно понимать и очень важно приобретать опыт. Поэтому, если вы хотите приобрести опыт, пожалуйста, ссылочка вон там. И приобретайте курс по опционам, курс биржи для чайников, пожалуйста, если вы хотите активно торговать. Если вы не хотите активно торговать, то вы можете повторять мой портфель в акциях или, значит, пользуясь этими принципами, формировать собственный портфель. Пожалуйста, если вы даже этого не хотите, то вы можете просто инвестировать вот в вечные фонды, которые, вечные инвестиции, которые я показывал, и отдать вот часть, ну, это в управление. Просто деньги вы отдаете, и там уже управляющие формируют эти инвестиции. И надо сказать, что они часто управляют этими инвестициями активно очень. Вот мне буквально сегодня написал Захар, что фонд Финекс, он не самый лучший, потому что там комиссии. Посчитайте, какие комиссии вы заплатите за 10 лет. Друзья мои, это плата за управление. Если мы хотим, чтобы нашими активами управляли эффективно, то за это надо платить. Если мы не хотим платить, то, значит, мы учимся и приобретаем знания и формируем свои портфели самостоятельно. Ну, или покупаем другие фонды, но в этом надо разбираться. Опять же, смотрите, чем хорош вот этот Финекс FXRV, тем, что его можно купить. Руб 20 сейчас стоит минимальная пай. Ну, это доступно каждому. 1 рубль 20 копеек. Минимальная стоимость пая. То есть туда можно вложить любую сумму, и это доступно абсолютно каждому. И это будет вложение в акции FXRV, ну, в акции крупнейших компаний. Понимаете, да? Да, мы за это платим там какой-то процент за управление компанией Финекс, которая расположена в Ирландии. Она зарегистрирована в Ирландии, но работает в основном как раз ориентированно на российский рынок. Поэтому там такие фонды, ну, и комиссии соответствующие. Те фонды, которые работают на зарубежных рынках, они есть, существуют. Вы можете их также купить, но они там стоят от 100 долларов, 200 долларов. Или, например, есть фонд Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway. И там, насколько я помню, минимальная сумма, минимальный пай – это 100 тысяч долларов. Ну, выбирайте, что вы хотите. Вы можете купить Berkshire, который, кстати, в последний год понес убытки достаточно большие. Или вы можете FXRV купить, который вот за рубль 20, понимаете? Ну, то есть есть две большие разницы. Ну, пожалуйста, покупайте Berkshire 100 тысяч долларов, вот, а покупайте вот такой. То есть на фондовом рынке есть инструменты для всех. Если вы не хотите работать, вечные инвестиции. Если вы хотите приобретать опыт, то формируем портфель из-за расчета, значит, там какого-то соотношения. Ну, в моем случае 40 на 60. И там разбиваем по валютам. Если вы хотите получать больше, то вот он у меня, 10% на срочном рынке. Что я еще хочу сказать? Если вы не хотите заниматься срочным рынком, то вам не нужна вот эта вот доля в 10%. Вам не нужна. Разбивайте ее ровно на две части рубли или валюта. У меня мой портфель на миллион, который он немножечко с перекосом больше в валюту, на самом деле. И там уже облигации есть. Ну, просто потому что облигации стоят дорого. Поэтому получился небольшой перекос в валюту. Я сейчас стремлюсь его уменьшить. Когда я его, я пополняю счет, когда я его пополняю, то я вношу на фондовый рынок московской биржи. То есть рублевую часть я увеличиваю сейчас. И вы видели, что когда я получил прибыль на срочном рынке, то я перевел ее тоже в фондовый рынок московской биржи в рублевую часть. Кроме того, вот эта вот часть, вот эта вот часть, она у меня очень динамичная. Когда я вижу, и я уверен, что рынок падает, то на этом можно заработать. И я на этом зарабатываю. А когда я вижу, что, скорее всего, ничего не произойдет, то наоборот, я эту долю уменьшаю. Потому что хеджирование, оно стоит денег тоже. И здесь убытки тоже, в общем-то, существуют. Риски огромные здесь тоже самое. Поэтому я уменьшаю эти риски, уменьшаю эту долю. Если вы не хотите рисковать, не формируйте вот эту долю совсем. А вот эти доли мы продолжаем формировать. И я буду рассказывать о том, какие акции российские я покупаю в следующих видео. Это достаточно сложно. Это сложнее, чем покупать американские акции, как ни странно. Но мы этим тоже будем заниматься. Потому что там есть свои плюсы и свои минусы. А на сегодня все. Я надеюсь, что я заслужил лайк. Поделитесь этим видео со своими знакомыми. Это поможет мне очень сильно. Ну и оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok